Почему мы так разделяем? Потому что наша компания в 67 странах мира, друзья, у нас есть и в Азии такие проблемы, у нас есть и в Европе, поэтому компания поддерживает и разрабатывает продукты для женщин всего мира. Ну это не круто ли, а? И в условиях дефицита эстрогенов, это половые гормоны женщин, женщины проживают где-то 50 лет жизни, представляете? А я хочу сказать, что женские половые гормоны это наша энергия, женские половые гормоны это наше здоровое, репродуктивное здоровье, женские половые гормоны это антиоксиданты, они защищают нашу сердечно-сосудистую систему. Вы все прекрасно знаете по статистике, да, инфаркты, инсульты у мужчин до 50 лет встречаются гораздо чаще, потому что наши женские гормоны нас защищают от этого, и мы до 50 лет практически этим не страдаем. Очень редкий случай, бывает, конечно, очень редко. Женские половые гормоны это удержание кальция в костной ткани, это профилактика остеоза, профилактика атеросклероза, то есть очень много проблем, которые у нас есть. У женщин, если у нее уже не вырабатываются половые гормоны, и климакс и медопауза тянут за собой много состояний, которые огорчают ее, которые ухудшают ее жизнь, которые приводят к менее активному образу жизни, и это очень часто угнетает. Конечно же, это приливы, потребность жара, это вегетативная нервная система срабатывает, это эмоциональная лиобильность, то есть то настроение плохое, то настроение хорошее, неустойчивое настроение. Это, конечно же, учащенность сердцебиения, повышение артериального давления, у кого низкое давление было, начинает повышаться, и от этого женщина плохо себя начинает чувствовать. Это, конечно же, сухость всех клизисов абсолютно, начиная, как говорится, с интимной области, да, и заканчивая ротовой полостью, конъюнктивом глаз, все это начинает сохнуть, все клизисы начинают высыхать. Головные боли, головокружение, улучшение памяти, повышение нолькости костей, вот это все ведет в менопаузу, друзья мои. Это все можно профилактировать, это все в нашей компании практически 90% продуктов, которые могут это все поддерживать женщину в этот непростой для нее период. И как же поддержать себя? Встречайте, дорогие друзья, со многими продуктами вы, конечно же, уже знакомы. Это наша знаменитая хронология, да, фитоэстрогены. Конечно же, фитоэстрогены, они гораздо поддействуют слабее, чем собственные головы гормоны, и слабее даже гормональной менопаузальной терапии, потому что все гинекологи активно обозначают синтетические гормоны, да, но самое главное, вот для меня что-то очень важно, потому что они безопасны, понимаете? Они безопасны, вы можете их принимать. Французские ученые уже доказали, что фитоэстрогены обладают еще онкопрофилактическим действием в плане возникновения рака молочной железы. И наш хронолог содержит очень хорошую дозировку фитоэстрогенов, около 70 миллиграмм именно генесеина, доносеина из соевых продуктов. И это очень действенный продукт, просто если, например, вам не помогает одна коксула, можно увеличить дозировку, ничего с вами не случится, две коксула можно принимать. Наш президент Татьяна Гороковская, она смело пьет уже с 35 лет и говорит, пусть цареет конкурент у всех, вот такая у нее фраза была, да, и она с удовольствием принимает наш продукт. Я хочу сказать молодежи, которые присутствуют, женщины, которым 30 лет, которым 35 лет, да, дорогие друзья, к этому периоду надо готовиться, да, нужно создать запас всех веществ, полезность для женского организма, потому что если это вдруг случится внезапно для вас, не удивляйтесь, да, это не внезапно, это просто вы не готовитесь к этому периоду, а к нему надо готовиться. И начинать надо готовиться уже в 35 лет, потому что с 35 лет уже идет снижение выработки гормонов и эстрогенов, и прогестерона. Но прогестерон старше 40 лет, он резко падает, а прогестерон это гормон, который уравновешивает эстрогены, он не дает разрастаться эндометрию, не дает расти кистам яичников и так далее, да, почему вся гинекология, и она, эта статистика, не меняется, все вот эти эстрогенозависимые заболевания, почему они начинают с плеска, заболевания старше 40 лет, а потому что эстрогены еще на плаву, они очень важны для женского организма, так ведь? А прогестерона уже мало, на 80% старше 40 лет снижается выработка прогестерона, а эстрогены еще на плаву, мы знаем, что наступление менопаузы, это где-то, ну, в России это около 50 лет, да, вот понимаете? И целых 10 лет женщина живет вот в таком физгормонозе, эстрогенов много, эстрогенодоминирование происходит, а эстрогены, они очень активные гормоны, я уже говорила, это наша активность, это наша бодрость, это наша энергия, а прогестерона нет, а уравновешенности некому, поэтому в этот период очень важно сохранить вот этот гормональный дисбаланс. И у нас есть, друзья, продукт, это дикий янс и изофлоповый соя. Первая фаза, это эстрогеновая, мы принимаем эстрогены, фитоэстрогены, мы поддерживаем выработку эстрогенов, да, и я уже сказала, что они абсолютно безопасны. А вторая фаза, это тот фитоэстроген, который будет сохранять гормональный баланс и не давать эстрогенам вот это вот развитие вот этих гинекологических заболеваний. Поэтому, дорогие молодые женщины, я вас всех призываю, поддерживайте свою гормональную систему именно этим продуктом. И это надо делать, не когда уже что-то случилось, а именно профилактировать, именно всем рекомендуем принимать в наших фитоэстроген. И, кстати, во время именно паузального периода, переменного паузального периода, этот продукт тоже будет хорошо поддерживать вашу гормональную систему. Вы сохраните как можно дольше свою молодость, свою красоту, понимаете? Вы будете дольше активными, не будет у вас такого этого вялого состояния, как очень часто бывает у женщин, у которых внезапно, кавычка, когда наступает менопауза. Это случается не внезапно. На клеточном уровне это происходит очень довольно-таки длинно. В целом, перемена, паузальный период, это гормональная перестройка в женском организме, она длится до 5 лет, представляете? А у некоторых и дольше, и они очень плохо это перенозят. И еще хочу сказать, что если мы себя не поддерживаем в этот период, да, если мы не занимаемся профилактикой атеросклероза, почему у холестерина, у всех абсолютно женщин начинает повышаться именно во время менопаузы? Друзья, потому что половые гормоны, из чего в организме-то строятся? Из холестерина. А тут уже не строятся яичниками эти половые гормоны, да? А печенька продолжает вырабатывать холестерин. А он для организма очень нужен. А куда ему деваться? Он волей-неволей все равно начинает расти. Но не надо этого пугаться. Почему? Да, цифры будут повыше. Но самая наша главная задача, чтобы этот холестерин вовремя выводился из организма. Чтобы этот холестерин не оседал на стенках сосудов. А когда он оседает? Когда он окисляет. Значит, что нужно? Антиоксиданты нужны в этот период. И у нас есть великолепный продукт. Я его принимаю сама каждый день, обожаю этот продукт. Это антиэксиданты, антиоксиданты. Друзья, это 100% натуральный продукт. Там дикидрокрирцетин. Там ресвератрол из кожи красного винограда. Там селен. Селенометионин. Именно органическая форма селена. Там липоевая кислота, которая является великолепным антиоксидантом. Для наших митохондрий. Митохондрия из каждой клетки. И это энергетическая субстанция. Именно эта органелла клетки дает организму энергии. Если митохондрия вялая, плохо вырабатывает энергию, мы будем тоже вялыми. А липоевая кислота это защищает. Великолепный продукт. Продуманный продукт. Для поддержания нашего здоровья. Чтобы холестерин не откладывался на стенках сосудов. И чтобы холестерин не вредил женскому организму. Очень важно, это конечно, здесь нет на рисунке, но я хочу сказать, это продукты, которые отличают. Это детокс-фроактив, это истоки частоты, ренессанс-триплсад. И очень важно опять-таки фитосорбенты. Почему? Потому что они вовремя, во-первых, выводят в семитаболиты. Отработанные гормоны должны покидать женские организмы. Если они начинают накапливаться, накапливаются они где? Они для метаболитов, женских гормонов, депо, это жировая ткань. Поэтому мы должны все-таки следить за тем, чтобы не накапливалась жировая ткань. И метаболический меноползальный синдром, это тоже как бы осложненное течение климатерического периода. Поэтому за весом, дорогие мои, надо служить, жировую ткань надо всегда утилизировать, да, и надо всегда стремиться быть встроенным. Всегда надо, это физическая активность, это правильное питание. Об этом мы сегодня многое говорим, здоровый образ жизни, так вот, да? Вот, и фитосорбенты, они еще выводят вот этот отработанный холестерин, чтобы он обратно не всасывался. Мы сегодня много говорили про здоровье пищеварительной системы, это очень важно, чтобы желчаток был хороший, чтобы холестерин выводился. Потому что если у вас, например, пищеварительная система плохо работает, у вас заборы, у вас идет обратное всасывание этого же холестерина, понимаете, да? Вот, и поэтому коэнзим-Ку-10 вы видите на продукты, а тострелокулутатион, это все антиоксиданты, а коэнзим-Ку-10 это еще и дополнительная энергия. И витамин В3, сейчас про него тоже очень много говорят. Мы, кстати, ждем период дефицита, практически у всех, кто сдает анализ, у них у всех какой-то дефицит. В той или иной степени. В нашей филосе профилактическая дозировка для взрослых, это 2000 международных единиц. И мы это должны обязательно принимать, потому что витамин В3, это не только участвует в обмене кальция и так далее, да? Витамин В3 сейчас про гормонов называют, он участвует в очень многих процессах. И в том числе, как онко-профилактический продукт. Ну, согласитесь, это очень важно, да? Вот, поэтому про микрофлоры говорили, да? Про ферменты говорили. Это очень важно для поддержания женского здоровья. И, конечно же, это витогермания. Германия тоже является очень хорошим онкопрофилактическим компонентом, да? Там содержится тоже резвират, волосилен. И это, правда, он сохраняет наши теломеры, которые увеличивают продолжительность жизни и не дают организму преждевременно стареть. Вот. Великолепные продукты, великолепная поддержка и гормональной системы, и профилактика менополизального метаболического синдрома. Ну, давайте поаплодируем. Такие продукты. Я не могу не сказать, конечно же, о многих любимых для беременных женщин. Дорогие женщины, те, которые молодые женщины, которые планируют беременность, которые сейчас у вас временно. Я вас очень люблю, правда, да? Всегда поддерживаю вас. И хочу сказать, самое главное – это не давать в организм накапливать всему тому, что мешается, да? И устранить абсолютно все дефициты. Если в организме никаких дефицитов не будет, у вас будет и наступление беременности нормальное, да? И протекание беременности нормальное. И дети будут ваши здоровыми рождаться. Нет никаких дефицитов, нет никаких рисков для того, чтобы родить здорового, нормального ребенка. Посмотрите, какой арсенал у нас. У нас есть, мама-богс, беременность, да? Это самый сбалансированный комплекс для беременных женщин, одобренный всеми учеными, всеми амшот-гинекологами. То есть у нас есть серсовикат. Это, конечно, препараты, продукты с железом. Это продукты, витамин Д3 тот же самый, да? Это метилфолат. А метилфолат, вы знаете, что фолиевую кислоту абсолютно всем означает за 6 месяцев до планированной беременности и плюс еще во время беременности. Почему? Это профилактика врожденных патологий нервной трубки. Все об этом знают. Так у нас метилфолат, он даже усваивается у тех людей, у которых есть генетическая такая аномалия, которая не усваивается фолиевая кислота, представляете? А метилфолат именно в той форме, и он может уже без каких-то ферментов работать абсолютно у всех женщин. Это, конечно же, и наш растительный йод, да? Он же у нас не химическая формула, не калия, не органическая форма йода. А он у нас именно экстракт из водорослей. У нас йод экстракт из фукуса. Именно стандартизированная фармакологическая дозировка. Поэтому это очень важно. Поэтому, друзья мои, я призываю всех во время беременности пользоваться нашими продуктами. Такие в зале есть, правда, да? И так. Красота идет изнутри. Согласна с этой фразой? Если у вас внутри здоровая гормональная система, здоровые органы, если у вас нет никаких дефицитов, нет никаких перебоев в организме, то, конечно же, мы всегда будем красивыми. Ну вот, мы сейчас с вами у женщин, а женщин, да? А, еще новинка, да? Новинка для нас, для женщин. Я вот жду ее, но очень хочу тоже ее начать принимать, потому что мы много говорим о коллагене. Это 35% всего белка, который содержится в организме, это коллаген. И коллаген – это поддержка суставной ткани. Коллаген – это поддержка каркаса кожи и так далее, да? Так вот, наша компания совершенно разработана, вернее, вместе с корейской фирмой Амикоген. Амикоген – это самый лучший коллаген в мире. Мы сотрудничаем с ними. И наука не стоит на месте. Мы все глубже и глубже изучаем эти проблемы, да? Наша компания вместе с корейскими производителями разработала вот такой новый коллаген. Это трипептиды. Это уже, друзья, это нанотехнология. Это уже нанотехнология. Вот эти трипептиды масса менее 500... Да, даже не знаю, что такое. Дальтон. Дальтон, да? Это аминокислоты, которые будут... Очень быстро усваивать. Своей цели. И... Так, не туда, да? И что делает коллаген? Он всасывается очень быстро. Вот вы видите, через трипективные абсорбции идет трансфортер, да? И через трипептиды. То есть расчисленно он быстрее, гораздо лучше усваивается и гораздо лучше достигает своей цели и работает в нашем организме. А который обычный коллаген, он тоже работает. Уже его пьем, правда? Он очень классно работает, но медленнее. Так вот. Стимулирует фибралгласты кожи. Действует как хемотоксические стимулы. И мало того, что он стимулирует собственным фибралгластом вырабатываться, он еще и стимулирует синтез в организме гиалуроновой кислоты. А гиалуроновая кислота – это влажность, это в сочи... Кожа, когда в содержании гиалуроновой кислоты с инновиальной жидкостью – это нормальное функционирование суставов. Так ведь? Вот, поэтому новинку ждем. Кто ждет новинку, поднимите руку. О, отлично. Будем ждать и будем ее принимать. Друзья, ну мы с вами все о женственном здоровье, о женственном здоровье, да? У нас есть новинки, которые касаются мужского здоровья. Ведь мужчины нам тоже нужны здоровыми, так ли, да? Мужчины – это сила, это поддержка, это вынос.